В России ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 900 тысяч граждан. Несвоевременно оказанная медицинская помощь, отсутствие специалистов и необходимого оборудования. Все эти факторы могут стоить человеку жизни. В целях оказания квалифицированной медицинской помощи по всей стране развернули свою работу специальные кардиологические центры. Один из таких функционирует на базе медико-санитарной части КФУ. В состав сердечно-сосудистого кластера уни-клиники входят два кардиологических отделения. Отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения, отделение сосудистой и кардиохирургии, а также кардиореанимация. Здесь осуществляется как экстренный прием пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильными стенокардиями, прединфарктными состояниями, так и плановое лечение и обследование пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хочу подчеркнуть, это единственная в республике федеральная медицинская организация. И мы оказываем медицинскую помощь жителям Российской Федерации, сохраняя помощь жителям, естественно, Татарстана, в том числе и неотложную экстренную помощь. Медико-санитарная части КФУ в университетской клинике с образованием ее в 2017 году начала работать, проведена модернизация технического оснащения, создана операционная современная для работы кардиохирургов. И еще позже включилась аритмологическая группа, то есть мы лечим еще все виды нарушения ритма, как терапевтическим, так и хирургическим путем. И таким образом мы замкнули цикл оказания помощи пациентам с сердечной патологией. Большая часть пациентов первого отделения кардиологии – это пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда. Их, как правило, в Центр чрезкожных коронарных вмешательств доставляют бригады скорой помощи. Здесь пациенты уже ожидает целая команда высококлассных специалистов – кардиологи, реаниматологи, ангиохирурги. В кратчайшие сроки медики оказывают всю необходимую специализированную кардиологическую и рентген-эндоваскулярную медицинскую помощь, в том числе с применением технологий ангиопластики, стентирования сосудов и коронарных артерий. Сегодня, допустим, они почувствовали себя хуже, не так, как вчера, не так, как утром. Дискомфорт, выраженную слабость, потливость. Не могут выполнить привычную нагрузку, допустим, встать и дойти до кухни. Вот в чем должна быть настороженность данной категории пациента. Сидеть, терпеть и ждать, конечно же, нельзя. И данная категория пациентов должна быть настороженной, родственник в том числе, и обратиться незамедлительно за помощью. В качестве мер профилактики специалисты в первую очередь устраняют факторы риска. Объясняют пациентам правила прохождения лечения, дают рекомендации по изменению образа жизни. Для каждого пациента подбирается индивидуальная терапия. К процессу лечения помимо сотрудников кардиологического отделения подключаются и узкие специалисты. Этот фактор является одним из важнейших, поскольку сопутствующие заболевания могут повлиять на результаты терапии. Здесь очень много таких моментов, составляющих. Они направлены на изменение мышления пациента, с тем, чтобы он был нашим союзником в этой борьбе и мог, так сказать, сам желал и старался справиться со своим заболеванием и избежать какого-то тяжелого осложнения. На данный момент в Республике Татарстан функционирует семь центров чрезкожных коронарных вмешательств. Четыре из них находятся в Казани. В их число входит и униклиника КФУ. Эти центры специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря современным методам лечения пациенты восстанавливаются здесь в кратчайшие сроки. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюс.